День с толком Смотрите в этом выпуске Когда утро начинается с лопаты Как Барнаул откапывается от снега Домашние процедуры очищения почек Доступны ли они жителям края У алтайских гимнастов первое место Итоги чемпионата мастера спорта Сергея Харахордина Из-за следующего сюжета я мог вовсе не успеть К этому вечернему выпуску Еще утром мы с оператором Алексеем Фризиным Поехали проверять как чистят город после метели В итоге сами застряли и полтора часа выбирались из переулка Итак, обзорный сюжет о том Что происходит на улицах, тротуарах, междугородных трассах И как службы справляются со снегом Конечно, мы вышли на улицу, чтобы самим посмотреть, что происходит в городе Потому что только примерно 9 утра Редакции уже заваливают сообщениями, жалобами Что очень плохо убирают Ну вот видим этот снежный вал На пешеходном переходе Его здесь не должно быть Их должны убирать в первую очередь Ну видимо, только что прошла очистительная техника Его оставила на обочине А люди, которые должны это вручную убирать Пока еще не справляются Мы видим, что здесь Каждая улица на каждом участке работает вручную В этом году снега очень много В сравнении, да? В сравнении с прошлым годом В чем сложность метели именно? Ветер надувает Где продувает, она выметает А где не надувает, ну это Куча Еще больше Да, снег А он упрессованный становится снег И лопатой плохо берется Надо людям брать Не с этой бегать А лопатку один взял, другой Все покопали И получилось Понял, а не как мы с микрофоном Конечно Сейчас находимся на улице Лепедевского Рядом краевая клиническая больница И вот здесь не совсем понятно То ли снег убирают То ли его постоянно наметают Потому что снегопад не прекращается Ну вот у меня в руках Собственно правила благоустройства Я сейчас зачитаю Уборка снега и льда С территории города Начинается не позднее 6 часов С начала снегопада В первую очередь с улиц По которым проходят маршруты Общественного транспорта Тротуары, дворы, лотки Проезжие части автомобильных дорог Площадки и другие участки С усовершенствованием покрытия Должны очищаться от снега и льда И обледенелого наката До усовершенствованного покрытия И посыпаться песком До 8 часов текущего дня Пока снимали Не увидели ни одной машины Убирающей город К этому нужно быть готовым Как уже говорили журналисты В муниципальном автодорстрое Снегоуборочной техники В городе не хватает Всего 252 единицы Весь этот автопарк Изношен на 88% Горожане отмечают в соцсетях Что есть места В которых трактор вообще не бывал Туда мы и отправились Все, встали? Да Ну вот, искали Где больше всего заметено И получается застряли сами Это переулок Кауфмана Местные жители нам только что сказали Что вчера отсюда Еле как откопали 5 машин Ну, видимо Наша теперь на очереди Здесь, говорят, техника вообще не ходит Попробуем откопаться Правда, нашелся местный житель Который сказал Что вчера помогал вытащить Из снега около 20 машин Скорая буксовала Она заехала У нее хоть Уже один мост Вот здесь вот она сидела Потом кое-как туда уехала Говорили про тракториста Который не захотел убирать Ну, он ехал Вот белорус сейчас ехал мимо На тракторе Мы ему показывали Говорю, пусти гребелку погреби Он показывает Вот и вот так вот Я говорю, так мы с дороги Ты что, прогребил Он уехал и все И ушел Чтобы уйти самим Пришлось прочистить Половину переулка вручную Как нам и пророчил дворник Надо людям брать Не с этой бегать А лопатку Один взял, другой Все покопали Но ситуация напряженная И за городом Центр управления В кризисных ситуациях Фиксирует многочисленные ДТП Сотрудники МЧС Выезжают на помощь Телефон, по которому Можно позвонить Вы видите на экранах Центром управления В кризисных ситуациях В круглосуточном режиме Осуществляется мониторинг За дорожной обстановкой Организовано взаимодействие Со всеми службами края Для работы с гражданами Развернут телефон горячей линии 2026-21 Извините за внешний вид Просто сейчас с оператором Помогли дорожным службам Расчистить половину Переулка Кауфмана Поэтому, по крайней мере На этот переулок Вам путь заказан Как и на многие другие В частных секторах Да и не только Техника Ходит мало где Возите в багажнике Лопату Доски Домкрат Андрей Дривер Алексей Фризин День с толком С лопаты началось и утро Министра транспорта региона Впервые за долгое время Александр Дементьев Опоздал на работу С этого рассказа Он начал свою встречу С журналистами И где подвел итоги года И поделился планами Так вот 900 километров дорог региона Удалось построить Отремонтировать И реконструировать В рамках национального проекта Безопасные и качественные дороги А также ряда других проектов 70 километров Отремонтировали В Барнаульской агломерации На 2020 планы почти такие же Чуть больше объем работ Будет выполнен в Бийске И на территории Новоалтайска Они будут чуть побольше Чем в этом году Порядка 12 километров Новоалтайский И чуть меньше 30 километров В Бийске Поскольку мы говорим Про Бийск Это Бийскую агломерацию Это дороги Как и в Бийске И территориальные дороги Которые в нее вошли Продолжат субсидировать Авиационное сообщение С Томском, Казанью, Красноярском И Новосибирском 2 января Состоится первый перелет До наших ближайших соседей За месяц Из 78 мест Купили 36 билетов в Новосибирск Министр назвал это хорошей цифрой И других субсидированных направлений К примеру В Горный Алтай Пока не планируют Нет спроса А вот на что он есть Так это на подземный туннель В Барнауле В районе железнодорожного вокзала Но пока нет даже проекта Вопросов много И должны сказать проектировщики Сколько приблизительно это будет стоить Как это сделать И тогда мы можем понимать И говорить О масштабах бедствий Вообще мы Реально При нашей жизни И при том что есть мы туда Войти или нет К тому же сейчас По словам министра В приоритете ремонт двух путепроводов В районе нового рынка И они находятся в сложном Техническом состоянии Город уже получил судебные решения Поэтому обязан их ремонтировать В первую очередь Татьяна Голубева Илья Халяпин День с толком Четыре дня дома Три за 100 килом Метров от семьи Жительница Змейногорска Уже год разрывается Между домом и больницей У нее почечная недостаточность Вот только необходимую процедуру Можно проводить И не выходя из комнаты Есть специальный аппарат Чтобы получить его Девушка обратилась к властям Продолжит Валентина Аскерова Осложнение на легкие У меня была двухсторонняя пневмония Я пролежала семь недель Я Семь недель я не видела детей Просто Как-то так И хотелось бы Чтобы дети были Как всегда Быть рады Эти слезы не из-за боли Физической А душевной Семья самое дорогое Что есть у Александра Новый год Один из любимых праздников И елку наряжают вместе Для 27-летней Жительницы Змейногорска Это большая редкость С детьми она всего Четыре дня в неделю Остальное время В Рубцовске За 100 километров Там, где есть помощь У девушки Хроническая почечная Недостаточность Ее почки Организм не очищают Без специальной процедуры Наступает интоксикация И девушка может погибнуть Пиотинин Это показатель Интоксикации организма Когда я прихожу На гемодиализ Он у меня 809 Когда я ухожу У меня 281 И дорога Очень сложная Проходит Летом Более или менее А зимой Заметают дороги Буквально в пятницу Недавно было Что переметало Бывает, что Неоднократно были такие случаи Что по дороге Скорая ломалась Что вызывали Другую скорую И взамен ехала другая Это как бы Очень сложно И получается Я уже второй год На гемодиализе Процедурам за 100 километров Есть замена Другой вид терапии На дому Перитониальный диализ Проще, конечно Что-то Перитониальный диализ Что дома Спокойно Сам сделал И аппарат Сам отправляет Врачу Как данные О проведенной процедуре По словам девушки Эту терапию Уже практикуют В других регионах К примеру Новосибирске На Алтае В этом году Такую помощь Оказали одной пациентке Бесплатно Пояснили в Минздраве Но для проведения Такой домашней процедуры Нужны специальные условия Необходимое помещение Сухое помещение Значит Температура воздуха Должна быть комнатная Для хранения Достаточно большого Количества Коробок с растворами Это 15-25 коробок Размерами 35 на 25 на 20 сантиметров И второе важнейшее условие Это соблюдение Правил Асептики И антисептики Казалось бы мелочи Но есть и противопоказания Противопоказания Противопоказаниями К проведению Перитониального диализа Является низкая Остаточная функция Почек Это часто бывает При длительном Предшествующем Гемодиализе Это большая поверхность Тела У пациентов С выраженным ожирением С ожирением У Александры проблем нет Но на гемодиализе Она больше года Ее почки уже Слабо функционируют И с каждым годом Гемодиализ ослабляет Их еще больше И вдруг она уже Опоздала с домашним лечением Альтернативу поездкам В Рубцовский До сих пор никто не предложил Обратиться в Минздрав Видимо придется самой Сейчас заместительную терапию На Алтае Кроме Александры Получают 717 пациентов Домашняя терапия Для всех из них Стала бы бесплатной Но сколько стоит Такой препарат И если у Краевого Минздрава Возможность закупить его В ведомстве не ответили Валентина Аскерова Николай Щелко День с толком Рэдисону в Барнауле Нашли новое место Нашим коллегам С сайта Политсибру Стало известно Что новый участок Под строительство Сетевого отеля Выделили рядом С бассейном Опи на углу Проспекта Социалистического И улицы Попанинцев Краевые чиновники Эту информацию пока И не подтверждают И не опровергают Точные границы Участка будущей застройки Тоже пока неизвестны Но судя по размерам Свободной территории Строителям придется Зайти на часть Безыменного сквера Также пока не ясна Судьба памятного камня Посвященного Погибшим на Вересте Алтайским альпинистам Напомним Изначально Строить четырехзвездочный отель На полторы сотни номеров Планировали тоже В сквере На пересечении Социалистического И Молодежной Но из-за протестов Общественности Вариант отвергли Возможно Новое место застройки Тоже вызовет Негодование защитников Зеленых зон От воспитателя До народного избранника Зминогорский депутат Виктор Бабенков За спасибо Решает проблемы Своих земляков Люди в нем души не чают А коллеги уважают И побаиваются О грозе города В нашем сюжете Я знаю Приходил туда Мастер дел Направил Нет Ну придет Ждите Потому что Сейчас он работает На Спартака улице Сказал Что там сделает Тогда придет к вам Так что вы не переживайте Телефон не смолкает Ни на минуту Некогда детдомовский Мальчишка Теперь депутат Гордумы Зминогорска Виктор Бабенков Образец для подражания Порыв, пожар Личная проблема Сразу бегут к нему Вот председатель Личных комитетов Мне они нужны Постоянно У Виктора Александровича Все четко Контакт Адреса Всегда под рукой Это осталось от работы В школе Половину жизни Он посвятил детям Проводил не просто занятия Рассказывал истории Показывал кино Посвящая ученикам Почти все свое время Когда я был в детском доме Я видел Как все сбежали Скорее с работы Ой уже Ой То автобус ушел То дети там А я глядя Думаю Нет А я буду отдаваться Все таки Этим детям С которым я работаю Отдавался так Что потерял семью У Виктора Александровича Было три жены Ушли все Потому что Я отдавал Много времени работе Я не думал Что семье Надо много Работы отдавать Я думал Что семья На втором месте Вот так Почему-то считал И очень долго Так считал Сорок лет Сожаление пришло Когда с любимой работы Попросили Но тут люди Выдвинули его В депутаты Говорит Даже растерялся Ведь не знал С чего начать А когда узнал Проблему людей Коммунальной аварии Нехватка детских площадок Парковок Решил Что будет помогать И пошел Штурмовать администрацию И я изо дня в день На планерку К ним туда И говорю Так Два порыва Когда будем ремонтировать Григорий Александрович Вы что дни у нас Я говорю Я про других не знаю Я про себя говорю Другие не знаю Ну вот Увидят Что человек Настерный такой Не то самое И вот стали делать А вот в площадке Отказали Нет бюджета Тогда он собрал Жителей три тысячи А больше не решился Добавил свои Пару десятков тысяч Я всю жизнь Посетил людям А о себе Это никогда Не думал А теперь Думаю Что возраст Подошел Надо думать О чем мечтаете Я ни о чем Не мечтаю Я продолжаю Заботиться О людях И когда Что-то я сделаю Я спокойно Сплю А еще Виктор Александрович Очень одинок Поэтому с удовольствием Общается со всеми С теми Кому помогает Состроптивыми Чиновниками И даже Незнакомцами Будете проездом В Змейногорске Спросите любого И вам скажут Адрес народного героя Загляните К этому Удивительно Заботливому Ранимому Но такому Стойкому Человеку Валентина Аскерова Николай Шилко День с толком Турнир по спортивной Гимнастике Заслуженного Мастера спорта России Сергея Харахордина Прошел в Барнауле Уже в 13-й раз На него В краевую столицу Съехались Гимнасты И гимнастки Со всей страны Подробности далее Барнаульские гимнасты Серьезные конкуренты Единогласно считают Соперники Из других городов На Всероссийский чемпионат По спортивной гимнастике Олега Харахордина В Барнаул приехали Спортсмены Из Москвы Новосибирска Омска Томска И из других уголков страны Особым гостем турнира Стал его создатель Очень приятно Что география турнира Расширяется Турнир за 12 лет Есть своя история Я не знаю Много это или мало Но можно уже точно сказать Какие-то вещи Они запоминаются В турнире приняли участие Спортсмены от 9 лет и старше Открыли соревнования юноши Продолжили девушки Программу упражнений От первого юношеского разряда До мастера спорта Я думаю, что это самый красивый вид спорта Изящный Вообще меня привела в этот спорт Бабушка Мне понравилось И я осталась На эти соревнования Я приехала выполнять мастера спорта Поэтому они мне очень важны Как и все другие соревнования Поэтому гимнастика сейчас У нас такой приоритетный вид спорта В России Поэтому развивается Большими темпами Вот этому залу бы, конечно, побольше его Вот Тогда бы Было еще лучше Гимнасты из Барнаула Как и опасались Их конкуренты взяли пальму первенства По программе мастеров спорта Среди юношей В многоборье на шести снарядах Победил барнаулец Сергей Найдин В подарок от организаторов Он получил телевизор Среди девушек В многоборье на четырех снарядах Золото взяла Чемпионка Сибири Спортсменка из Барнаула Арина Ищук Полина Жданова Илья Халяпин День с толком На этом у меня все Через несколько секунд Узнаете о погоде Спонсор прогноза Компания Валар До встречи Субтитры создавал DimaTorzok